Это один из самых интересных смартфонов в этом году. Почему? Посмотрите на его размеры. Он лишь чуток больше кредитной карточки. Рамки у него самые тонкие в индустрии, и при этом они одинаковые со всех сторон. И еще взгляните, как он выглядит на фоне SE 2020 или таких лопат, как OnePlus 8T или iPhone 12 Pro Max. Но, ребят, интерес к этому смартфону далеко не в размерах, ведь начинка в iPhone 12 mini флагманская, позаимствована со старших моделей. И это вызывает большой интерес. И в сегодняшнем видео мы посмотрим, как в этом маленьком корпусе A14 Bionic разряжает эту маленькую батарею. Также мы разберем эти камеры. Они как бы схожи с iPhone 12, мы все это знаем, но сравним с iPhone SE 2020. Это идейный, кстати, вдохновитель iPhone 12 mini. Ну и с одним очень популярным Android-устройством. Так что видео будет очень интересным. Присаживайтесь поудобнее, и давайте погнали. И обязательно, друзья, подписывайтесь на наши группы Telegram, ведь у нас есть классные скидки на 11.11. Я знаю, что очень многие приобрели много интересных товаров. Все благодаря купонам и скидкам с этой Telegram-группы. Ссылочка внизу в описании. И знаете, когда я только купил этот самый дешевый в 12 серии iPhone, меня удивила коробка. Она очень маленькая и реально помещается в корпус коробки iPhone 12 Pro Max. Мы это показывали у нас в Инстаграме, эту распаковку. И как вы уже увидели, я взял именно Product Red. Он теперь коралловый, то есть красный, не такой насыщенный. Но есть также другие четыре цвета, которые смотрятся очень хорошо в этом миниатюрном корпусе. И, наверное, вы сразу же хотите узнать, ну а как он смотрится по сравнению с другими гаджетами? Как он лежит в руке? Все это будет. Но я хочу начать именно с железа. В этом маленьком смартфоне стоит 5-наметровый чип от Apple A14 и 4 гига оперативной памяти. И это невероятно мощная махина. Он почти на 20% мощнее Apple A13 Bionic, который стоит в iPhone SE 2020. Но самое главное, что этот процессор стал прохладным. Возможно, вы замечали, что старые iPhone очень сильно греются, даже начинают глючить, и многих, я знаю, раздражает. Более того, чем больше нагревается сам смартфон, тем больше убивается ваша батарея. Здесь все стало по-другому. Смотрите, мы серьезно нагрузили этот процессор 30 минут игры Code Mobile. 40,6 градусов с самой горячей точки. iPhone 12, кстати, грелся до 39 градусов. А 12 Pro до 43. И почему такой разный результат? Смотрите, 12 Pro имеет сталь, поэтому нагрев серьезнее. Здесь у нас сбоку алюминий. И 12 прохладнее 12 mini из-за того, что там корпус больше. А здесь у нас, получается, есть некий эффект печки. Но все, опять-таки, достаточно терпимо. Так, следующее, почему интересен 12 mini, это, ясно дело, фото возможностей. Но однозначно вас больше всего интересует сравнение с другими смартфонами. Этим давайте сейчас и займемся. SE 2020 и OnePlus. Эти все смартфоны или конкурируют по цене, либо по форм-фактору. Итак, день, хорошее освещение и солнце сзади. Оба айфона засветили небо. Но OnePlus, он попытался как бы вытянуть облака, но в итоге у нас появились артефакты. При этом, сделав по пути еще и лицо желтым. А оба айфона отработали с фото отлично. И в них есть разница, ну, только в цветопередаче. Теперь вторая фотография, и это портретный режим. И, друзья, хоть это и обзор на 12 mini, но OnePlus заставляет обратить на себя внимание. На то, как он смог размыть то, что SE с одной камерой и с программным размытием вырезал. iPhone 12 mini, кстати, выделяется тем, что его магический HDR 3 сделал лицо более естественным, как и падение света. Ну, а переместившись на руки, мы видим небольшие ошибки у SE и идеально отработанный кадр 12 mini. И из личного использования 12 Pro и 12 Pro Max с лидаром, хочу отметить, что лидар нужен только для ночной портретной фотографии. Как вы видите, 12 mini справляется идеально. Так, теперь фотография при недостаточном освещении, и айфоны сделали правильный баланс белого. И при кропе видно, что из-за большого сенсора на 12 меньше шума. Ну, а OnePlus по традиции своим шумодавом убил шум, как и часть деталей. Поэтому 12 mini здесь лидер. Теперь пример фото с ночным режимом, которого, к сожалению, нет на айфоне SE. По этой причине он, ясно дело, сразу же и пролетает. Кстати, как вы видите, условия были достаточно сложные. И на удивление, друзья, здесь OnePlus показывает лучшей детализации. Но справедливости ради, на айфоне был автоматический ночной режим. И смартфон эту фотографию делал одну секунду, тогда как OnePlus около пяти. Так, видеосъемочку мы что-то позже вам покажем, потому что я думаю, что все уже дождались. Антон, ну как же этот смартфон лежит в руке? И что ж вам сказать, он максимально напоминает айфон пятой серии. И что самое главное, отличается от SE. Ширина и высота меньше, но mini из-за своего дизайна толще. И тактильно даже может показаться, что SE компактнее. И по поводу этого дизайна, режет руку или нет? Еще когда мы снимали обзор на 12 и 12 Pro, я говорил о том, что этот дизайн был создан для компактных смартфонов. И с mini просто все выигрышно. Не режет руку, не так, как 12 Pro Max. Но об этом в другом видео. И по поводу тонких рамок. Да, они здесь маленькие по сравнению со всеми айфонами. Но с соотношением компактного корпуса они не кажутся такими маленькими. Потому что когда я только взял iPhone 12 mini, я подумал, блин, а что рамки такие большие? Но знаете, какое еще преимущество mini? По моему мнению, это прочность. Площадь стекла здесь меньше. Оно с скраплением керамики. И из-за этого плоского дизайна площадь удара в случае падения смартфона будет маленькая. Да и сам смартфон легкий, и он не так будет сильно разгоняться при, допустим, встрече с асфальтом. Но это, конечно, мои предположения. И, друзья, по поводу размера экрана 5,4 дюйма. Многие скажут, это просто звонилка, а не полноценный смартфон. Но это справедливо говорить именно об iPhone SE 2020 с учетом старенького 16 к 9. Здесь нормальное современное соотношение сторон и полноценный Face ID, кстати. И экран в mini шикардос. Вот не могу других слов подобрать с P5 470. Ну и яркость здесь, кстати, схожа с iPhone 12. И этот дисплей, сравнивая с iPhone SE 2020, сравнивая с iPhone 8, я думаю, что он даже может притянуть любителей 6,2 дюйма, 6,3 и даже 6,4. Ведь информации на экране помещается достаточно много. Вот вам небольшие примеры. Допустим, тот же Instagram на 12 и 12 mini. Последний режет информацию где-то только на 5%. Теперь Telegram. Все, по сути говоря, то же самое, только чуток меньше. И вы открываете, допустим, какой-то веб-сайт, тот же сайт синтетики. Все примерно схоже. При условии, кстати, что настройки изображения одинаковые. Да, и по поводу игр. Боялся, что ничего не выйдет. Но нет, играть можно. Да, конечно, не идеально все, но, друзья, в каждой игре MVP вам обеспечено. Ведь из-за процессора и небольшого нагрева на нем просто идеально играть. Но опять же, учитывайте размер 5,4. И я очень боялся, что мне будет неудобно набирать текст. Но все идеально, несмотря на то, что даже рука у меня достаточно большая. И по поводу Vibro. И всей 12 серии оно физически самое маленькое. И, кстати, многие говорят, что оно отличается. Но вы это можете только заметить, когда у вас будут все эти смартфоны. И вы на каждом будете проверять Vibro Отклик. А так здесь все стандартно. Так, и сравнение размеров. Ну, сравнивать с iPhone 12 я не вижу смысла. Ведь все же у нас здесь сегментирование. И, кстати, на картинке может показаться, что отличия небольшие. Но постоянно, после iPhone 12 я брал iPhone 12 mini. И я говорил, о боже мой, о май гад, что ты такое. Компактная, маленькая и, ну просто. Нет, он очень маленький. Так, и теперь смотрите iPhone 12 mini на фоне, ну, достаточно компактного Pixel 5. Как вы видите, смартфон от Google Lab теперь кажется гигантом. Ведь совершенно недавно мы все говорили, о боже мой, Pixel 5 такой компактный. Нет, теперь это 12 mini. Ну, и вот вам сравнение с тем же OnePlus 8T. Лопата лопатой. А еще большая лопата это 12 Pro Max. Короче, 12 mini на самом деле король компактных смартфонов. И при этом вес mini у нас 135 грамм. В кармане я просто забываю, что он там лежит. Только некая прохлада отдает. И ты думаешь, а где мой смартфон? А он там лежит. Потому что он просто очень маленький. И теперь самое интересное. Автономность. Когда мы только достали его с коробки и начали устанавливать все приложения, чуть-чуть тестить камеру, все это на протяжении 30-40 минут, я был в шоке. Минус 20%. Хотя при этом по нашим тестам, в принципе, он удивляет. Ведь всего лишь 6% за полчаса просмотра YouTube. И 17% за полчаса игры. И это все, друзья, при батарее 2215 мАч. Ну и в жизни от себя могу сказать, что вам будет этого смартфона как бы хватать на сутки. Но, скорее всего, если активно использовать, то к вечеру придется его подзарядить. И по моим наблюдениям, в зависимости от того, как вы нагружаете ваши смартфоны, он процентов на 20 хуже держит, чем iPhone 12. При этом процентов на 15 лучше, чем iPhone SE 2020. Ну и у нас также есть здесь MagSafe, но он ограничен компанией Apple, потому что они не хотят, чтобы этот маленький смартфон заряжался быстрее, чем вся другая 12 серия. И ограничен он с 15 до 12 ватт. Динамики. Они нормальные, но, честно вам сказать, во всей серии 12 они меня не удивляют. Как бы достаточно деталей, но очень много высоких тонов. Мало баса, но при этом может быть хорошая детализация. В итоге мы получили флагман, очень компактный. И он удивляет. Он удивляет своим дисплеем. Он удивляет даже в какой-то степени своими камерами. IP-защита, беспроводная зарядка. У него есть все, что вам нужно от флагмана. И я радуюсь, что Apple Mini не урезал так сильно по сравнению со своими старшими собратьями. И я очень надеюсь, что этот смартфон запустит тренд, и у нас появятся компакты от других производителей. Да, цена для кого-то может быть дискомфортная, мультимедийный динамик тоже не очень. Но, блин, это на самом деле уникальный смартфон, и я очень рад, что его взял на обзор. С вас большой палец вверх, и до новых видео.